привет друзья с вами варчик в этом видео хочу поговорить с вами про режим который тестировался в песочнице он тестировался не так долго я успел поиграть всего один раз но играл я целых четыре часа напролет новый если бы не устал принципе играл бы вообще еще долго долго но на следующий день уже этот режим королевскую битву в игре world of dance перестали тестировать закрыли ее и разработчики там у себя в группе опрос сделали заголовком типа зашло вам не зашло и стоит ли продолжать над этим трудиться большинство проголосовали что они вообще не попробовали в это поиграть и также очень много проголосовала кому понравилось ну и немножко кому не понравилось в принципе мне очень режим понравился в нем есть экшен драйв там нужно придумывать на ходу тактики подстраиваться под рельеф под ситуацию под в рову и очень активная игра каждый бой незабываемый неповторимый это очень офигенно это то чего не хватает рандомом рандом это просто повторение миллион раз одно и того же тупо скучно не интересно переживаешь за серебро опыт и бесят союзники арта всего этого нету в этом режиме там тебя не бесит арта не бесит союзники не арты не союзников там нет ты можешь поиграть конечно же вдвоем со своим напарником тогда вы будете играть вдвоем и против вас будут также играть все по два всего на карте 40 игроков когда играет каждый сам за себя все по одному 40 человек когда по 2 ну значит 20 команд по два человека все просто карта три на три километра принципе офигенно да она очень сырая и режим сырой но это просто даже разработчики написали там не оптимизации они не делали ничего просто накидали режим и все чтобы попробовать чтобы дать попробовать игрокам поиграться в это и понять нужно нам это или нет насколько я понял очень многим она понравилась я бы в это играл бы без перерыва если бы не остановили песочницу я бы играл бы и играл честно говоря в рандоме вообще не интересно там ничего не поменялось те же самые карты те же самые союзники враги арта все одно и то же пройдено миллион раз здесь хоть карта 1 но ты всегда появляешься в разном месте ситуации в бою всегда разные нужно быстро думать на ходу это очень офигенно также танк перед боем ты никак не можешь снарядить снаряжать его будешь во время боя тебе нужно подбирать всякие расходники всякие перки модули и все остальное у тебя есть 10 клеточек для заполнения всякими перками и модулями ну и внизу как обычно ты можешь собирать всякие расходники такие как ремка аптечка огнетушитель все они будут голдовые и ты по перезарядке как в рандоме ими можешь пользоваться также ремки аптечки не только чинят хилят но и пополняют здоровье не сильно но раз 90 секунд можно себя хильнуть это в принципе прикольно также еще очень прикольный расходник с ускорением который ты можешь нажимать и ускоряться очень сильно действует он не сильно долго но потом уходит на перезарядку и опять можешь вызывать с его использованием открываются новые пути для применения тактик также стартуешь ты с ограниченным количеством снарядов снаряды тоже нужно будет собирать на карте находятся небольшие такие круги с различным дымом оповещающие что они там находятся и а в зависимости от того какой цвет дыма там лежит различное оборудование либо если это оранжевый дым то там находится танк 10 уровня который можно за 10 секунд захватить если заехать в его круг захватывайте этот десятый уровень у вас сбрасываются опять все снаряды если вы их собирали до изначального дефолтного состояния это нужно учитывать но все улучшения которые вы пособирали они остаются и это очень круто первую очередь желательно найти какую-нибудь десятку потом пособирать модули там всяких расходников и не забывать про аэродроп летит самолет на карте показываться куда он будет сбрасывать аэродроп и там лежит ништячок пожестче за него будут все сражаться поэтому стоит туда ехать либо на жестко бронированном танке либо который быстро приехал быстро уехал режим просто бомбезный честно вам скажу я наиграл в пабге уже там 1200 часов и конечно там много всяких проблем в игре но игра все равно цепляет своим вот этим драйвом экшеном и в игре никогда не бывает однообразие всегда что-то в бою новенькое сколько ты боев не сыграешь всегда что-то будет неповторимое я также поиграл фортнайт фортнайт намного динамичнее папа и там просто жесть творится но там такой сеттинг мультяшный он кому-то нравится кому-то не нравится плюс еще постройки за счет построек там просто игра ускоряется в миллион раз геймплей на плюс еще тактика буквально меняется за секунду миллион раз вот наконец-то разработчики world of dance тоже попробовали этот режим сделать у себя в игре что по поводу того что все пробуют этот режим у себя сделать в своей игре но попросту все разработчики признали таким образом что этот режим очень достойный и в каждой игре этот режим королевская битва получается своеобразный где-то помедленнее геймплей где-то побыстрее со своим каким-то функционалом и это прикольно здесь конечно в этом режиме есть и доля совпадений везений но опять же все зависит только от тебя куда ты пойдешь поедешь полетишь что ты сделаешь все зависит от тебя хоть бы сколько не было везения или рандома все равно это прикольно я очень сильно надеюсь что разработчики возьмутся очень хорошо за этот режим подойдут к нему серьезно сделают тупо конфетку полностью вылежут эту карту может потом со временем добавят еще карт придумали бы какие-нибудь свои медали в этом режиме награды за эти медали было бы прикольно если награждали за медали какие-нибудь скинами прикольными 2d или 3d скинами это было бы вообще офигенно мне кажется этот режим он намного круче чем random world of tanks я не знаю понимают ли это разработчики но сейчас людям нужен drive action веселье что было интересно да конечно в игре world of очень много людей которые семь лет стоят в одном кусту это конечно этот режим не для них абсолютно это режим королевская битва практически во всех играх в которых его делают этот режим для тех кто любит азарт drive action чтобы было просто охерительно и круто и неповторимо а если вы любите стоять конечно в кустике в одном в одном и том же там на какой-нибудь утесе в яме там где-нибудь станете на первой линии и смотрите вперед семь лет этот режим не для вас стойте своем кусту еще лет 50 принципе для вас идеальная игра уже сделано world of tanks и вы можете в нее играть а я бы хотел чтобы королевскую битву в танках world of tanks добавили как отдельный режим на постоянной основе боже я бы в это играл бы играл это просто офигительно и себя в пубге в не идеальном на играл 1200 часов я представляю сколько бы я в танковой королевской битве на играл бы часов там бы наверное посчитать невозможно было бы это просто офигенно с вами был арчик играть красиво пока